Продолжаем выпуск. На Тимбирюсе стартовал третий сезон. В этот раз в лагерь приехали молодые экономисты, менеджеры, предприниматели и инноваторы. Один из главных вопросов, на которые молодежь хочет найти ответ. Что лучше, быть предпринимателем или работником в большой компании? Продолжение темы в сюжете далее. Раз, два, три! Смена экономики на Тимбирюсе начинает свою работу словно современный гаджет после легкого движения пальцем. Сотни молодых людей и девушек собрались на третьем сезоне молодежного форума. На входе в лагерь каждый приезжий проходит сканирование. Показатель инициатив в норме! Уже шестой год подряд на Бирюсу приезжает инициативная молодежь со своими идеями, многие из которых потом реализуются в жизни. На открытии с приветственным словом и напутствием выступает председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко. Продолжайте думать, продолжайте искать, находить те самые новые, современные, интересные мысли и идеи, которые позволят нашему Красноярскому краю стать, может быть, самым эффективным регионом Российской Федерации. Я желаю вам успехов! Удачи вам! На территории лагеря располагается множество стимулирующих арт-объектов. Лавочка, заряженная в огромную рогатку, как бы намекает, что лентяям здесь не место. А этот объект напоминает, что у многих людей компьютер, просмотр развлекательных телепрограмм и прочие бесполезные дела занимают большую часть жизни. Конкретно 70% у меня за спиной означает, что 70% жизни молодой человек может тратить на какую-то ерунду, а остальные на важные дела. И вот нужно хотя бы поменять эти цифры местами, чтобы жизнь стала отличной. В этом заезде на Бирюсе присутствуют сразу две смены – экономика и корпорации. Помимо молодых бизнесменов, на территории инициативной молодежи можно увидеть и команды крупных организаций. Представители аэропорта Емельянова приехали сюда, чтобы показать, что и у них есть амбициозные и перспективные люди, которые могут разрабатывать свои проекты. Прежде всего это, конечно, проект нового пассажирского терминала, который у нас сейчас в настоящее время находится в стадии проектирования. Мы планируем, что в конце этого года передадим проектные материалы для одобрения в госэкспертизу. И после получения одобрения планируем, что уже в начале следующего года мы выйдем на строительную площадку и уже начнем непосредственно строительную работу. Одна из палаток на территории лагеря посвящена Зимней универсиаде 2019. Правительство края уверено, что пропагандировать Красноярск как кандидата на место ее проведения нужно на всех уровнях. Конечно, мы, во-первых, очень активно желаем, чтобы все участники Тимбирюсы узнали, что такое проект зимнего универсиада 2019 года. Для нас это очень важно, потому что здесь в том числе формируются определенные идеи, в том числе и заявочные кампании, возможно и волонтерского движения. Это очень важно, что молодежь не только в городе Красноярске начинает узнавать, что такое универсиада, но и со всех уголков нашего края. Кроме презентации своих проектов, инициативные молодые едут на Бирюсу еще и за опытом. Для них каждый день будут проходить семинары, где расскажут, как правильно использовать и воплощать в жизнь свои идеи. Сегодня они здесь для того, чтобы не только запрессионировать свою организацию, как ярких представителей этих организаций, но и научиться чему-то новому. Для них тоже специальная образовательная программа есть, каждый день посвящен одной из тем, либо маркетингу, либо работе с кадрами и так далее. И они здесь тоже учатся, тоже развиваются, и мы говорим про то, что от личной эффективности каждого сотрудника компании крупной зависит ее эффективность и ее стабильность и развитие в будущем. Смена экономики и корпораций продлится до 31 июля. В конце смены участники сойдутся в дискуссии, кем быть лучше – индивидуальным предпринимателем или работником в крупной компании. Сергей Митрухин, Константин Пивненко, Александр Тимошенко, Краевой телеканал «Инисей регион».